Я к этой партизанской войне России не отношусь никак, я имею в виду лично. А с точки зрения того, что она должна рано или поздно появиться и воскликнуть, я еще Кремль предупреждал в 2011 году, что вы своей дебильностью, негибкостью и непонимательной ситуации все равно доведете страну до войны, до катастрофы, до радикализации протеста. Ну, они все хихикали, хахакали, ну, все вот это все пришло. И, конечно, это будет нарастать. Но тут, я думаю, что две причины. Три причины. Первая – это сокращение финансирования всей инфраструктуры гражданской, социальной. Вторая причина – это деградация бардака управленческой системы. Мне же рассказывают, как там работают сейчас органы власти. Они не работают. А что работать? Все равно понятно, все ждут какой-то развязки. Что работать, что строить планы, если завтра все, так сказать, рухнет. Ну, и третья причина, возможно, вот есть уже диверсионные действия группы людей самостоятельных. Недаром сейчас я так слышал, что законодательная инициатива идет за диверсию, там, пожизненное заключение. Вот, видимо, понимание, что диверсии умышленные. То есть это не просто случайность, а умышленные, так сказать, поджоги, повреждения дорожных путей, еще что-то. Поэтому я думаю, что раз вот уже пошла такая тенденция, она будет продолжаться, она будет расширяться. Если другим способом бороться нельзя, видимо, люди выбирают какой-то. Я их не осуждаю, я их не провоцирую, не призываю, но я их не осуждаю. Я признаю за ними право, если они готовы взять на себя все соответствующие риски, признаю за ними право бороться с решивым любым путем, ну, наверное, кроме терроризма, когда гибнут невинные люди. Вот мы с вами знаем, что в Декларации прав человека 48-го года, где стоит подпись России, Советского Союза, народ имеет право свергать тиранов, в том числе вооруженным путем, силовым и вооруженным. Это право закреплено в Международной Декларации прав человека 48-го года. Поэтому, ну, если это тирания, если люди, так сказать, развязавшие кровавую войну, породившие ветер, пожнет буй. Вот тут уже великие сказали лучше, можно ничего не говорить. Породивший ветер, посеявший ветер, пожнет буй. Вот можно руководствоваться этим принципом.